Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александр Шадов, кандидат философских наук, поэт-писатель-философ, там, не знаю, скептик, антисайентист и всё такое. Рад вас всех видеть, очень рад, что вы сегодня смотрите мою лекцию. Лекция посвящена философии гедонизма. Я надеюсь, вам это, ну, собственно, зайдёт и понравится. Не зря же она была заказана, лекция по философии гедонизма. И это просто потрясающе. Ну, давайте тогда и начнём. Гедонизм – это аксиологическое учение, согласно которому удовольствие является высшим благом и смыслом жизни, единственной терминальной ценностью. Если кто-то не знает, что такое аксиология, аксиология – это философская теория ценностей, аксиологическое учение, то есть, учение о ценностях. Мы всё здесь прояснили, то есть, гедонизм – это одно из ценностных учений, согласно которому удовольствие является высшей ценностью. Проще говоря, да? То есть, всё, изи, изи, запомнили. Все остальные ценности, вот гедонизм, то есть, получение удовольствия является терминальной ценностью, а все остальные являются инструментальными, то есть, средствами достижения удовольствия. Это тоже важно заметить. Всё, всё здесь довольно просто, мы разобрались, дальше поехали. Важно заметить, что гедонистических философских школ было несколько, и средства достижения удовольствия в них радикально отличались, что нам говорит о том, что нет единой программы философского гедонизма. Во-первых, это уже первое замечание. Также долгое время существовал кризис гедонизма, спровоцированный рассветом христианской культуры. Христианские деятели словом и делом боролись против гедонистических позиций и до сих пор продолжают эту борьбу. Но в условиях полной доминации христианства создать полноценное философское учение и распространить его на христианских территориях было крайне трудно. Так что античный гедонизм прерывается на полтора тысячелетия. И мы чаще всего можем говорить только лишь о гедонизме отдельных лиц, но не о гедонистической философии и философских школах. Хотя уже в начале эпохи Возрождения, ну, собственно, не в начале, в эпоху Возрождения и в начале Нового времени мы, соответственно, уже встречаемся с поклонниками прежних античных гедонистических школ. Ну, вот как-то так. Так что всё хорошо, мы их рассмотрим сегодня. Также принципиально важно заметить, что гедонизм не обязательно означает распутную и гламурную жизнь, переполненную богатствами, тачками, женщинами, мужчинами и чем-то подобным. То есть, то, что ваша жизнь есть удовольствие, не равно то, что вы обязательно вот по этим удовольствиям специализируетесь и что они кажутся вам релевантными. Тоже важно заметить. То есть, вы можете, в принципе, ценить удовольствие, но, например, вот по тачкам особо как-то нет. Ну, какой реальный кайф от тачек? Да, какое реальное удовольствие от тачек? Да никакое. Много стараешься, денег много тратишь, а кайф чисто, знаете, вот на один пальчик. С женщинами та же фигня и с мужчинами в скобочках тоже. Ну и вот. Иногда наоборот, этими самыми гедонистами избирается стратегия умеренной жизни, потому что именно эта стратегия может принести больше удовольствия и меньше неудовольствия, что, в принципе, важно, потому что в среднем гедонисты, они занимались тем, что они там измеряли страдания, там, не знаю, блага и так далее, так далее, так далее. То есть, стремимся к удовольствиям, избегаем неудовольствий. Вот такой план. Ну, например, наркотики, которые мы не одобряем, могут подарить кратковременное удовольствие, очень сильное, но впоследствии могут принести множество страдания, потому употреблять их из гедонистических целей во многих философских учениях было бы нецелесообразным. Здесь тоже довольно простые приоритеты. Если вы употребляете наркотики из гедонистических целей, это скорее говорит о вашем низком уровне интеллекта. Ну, просто вы, наверное, не можете предсказать последствия, которые будут, хотя последствия очевидны, да, плюс-минус. Известно, какие они бывают. Ну и, соответственно, это говорит о вас не столько как о хорошем умном гедонисте, сколько как о человеке, ну, интеллектуально неполноценном, так скажем. Вот. Поэтому тут вот такое, да. А философские гедонисты, ну, в среднем были довольно умными ребятами, ну и многие как раз они к воздержаниям тяготели. Так вот, основными нашими героями сегодня будут такие персонажи, как Аристип, Эпикур, Маркиз де Сад и Бентам. Аристип был основателем школы киренайков, Эпикур и пикурейцев, а Бентам у утилитаризма. Ну, мы еще некоторых дополнительных персонажей рассмотрим, это тоже довольно важно. Ну, давайте разбираться, да, если у нас есть философия там до Сократики, постсократики, гедонизм мы будем измерять по Аристипу. Почему? Потому что Аристип один из первых создал полноценную философскую школу, в которой принцип гедонизма был основным. Это во-первых. Впрочем, крайне маловероятно, что до Аристипа ни один человек не считал удовольствие высшей ценностью. А при разных дворах, среди царей и приближенной элиты мы можем обнаружить следы праздной жизни. Ну, не просто же так она там взялась. Наверное, это как-то коррелирует с убеждениями людей. И, возможно, среди этих людей далеко не все, но многие считали удовольствие высшей ценностью. Ну, скорее всего, да. Также крайне вероятно, что обычный человек, неискушенный религиозными убеждениями, мог стремиться к простому человеческому удовольствию, избеганию страданий. Вообще, следует заметить, что, скорее всего, ситуация в религиозной сфере, она даже во времена христианства была не очень такой, знаете, мощный. То есть, среднестатистический человек, как сегодня, так и там 2000 лет назад, так и там 5000 лет назад, неважно, да, он даже при наличии сильного религиозного аппарата не был сильно искушенным в религии. То есть, он может себя считать формально там каким-нибудь там православным, представителем египетской религии, индуизма, там, еще чего-то. Вот формально он может считать себя кем угодно. А на самом деле, ну, он типа никто, проще говоря. Что вполне, ну, нормально, на самом деле тоже. Да, мы к этому нормально относимся, я имею в виду вот таких неискушенных людей. Ну, и в принципе, человек неискушен религиозными убеждениями, то есть, ну, обычный обыватель, который там, не знаю, сеет поле, пашет, работает, что-то там делает, ну, с очень большой вероятностью, ему были не чуждые удовольствия, избегание страданий, как один из основных принципов жизни. Вот. Ну, выживай, что-то делай по возможностям своим, которые имеются, ну, и будет тебе хорошо. Гедонизм в обыденном смысле крайне прост и удобен, а также легко воспринимается человеческими существами. С большой вероятностью можно сказать, что человек, не читающий большое количество литературы в современном обществе, окажется гедонистом. Ну, потому что гедонизм – это изи. Он очень легко усваивается, у него очень простые правила на поверхности, на поверхности очень простые правила, он очень легко выглядит сверху. Его проще всего принять. Тоже, в целом, может дать тебя человека древнего, опять же, по принципу простоты. Одна из самых простых моделей поведения, которую можно себе вообразить, это следование за удовольствиями и избегание страданий. Другие модели поведения куда более сложные и требуют нетривиальных доказательств, а также куда более сложного часто религиозного воспитания. Часто Аристипу приписывается, что он основал гедонизм, но, будем честны, гедонистические идеи не являются какой-то редкостью. Во-первых, они интуитивны и феноменально понятны. Есть опыт, который нам нравится, а есть опыт, который нам не нравится. По этому субъективному ощущению мы можем определять, что хорошо и что плохо для нас. Во-вторых, для гедонизма не нужно какого-то сложного обоснования, пока нет сильных систем, противостоящих ему. Потому что он выглядит вполне самоочевидным, а ввиду этого легко воспринимается людьми, не имеющими сильного религиозного и философского базиса. Все просто. Ну, то есть, пока нету всяких там Платонов, Аристотелей и прочих замечательных людей, в целом, гедонизм может чувствовать себя как такое универсальное мировоззрение, непобедимое просто потому что... Ну, а чем здесь спорить вообще-то? Мы довольно легко можем заключить, что гедонизм существовал до Аристипа, даже не изучая конкретные исторические данные. Но если мы их изучим, то узнаем, что много о гедонистическом образе жизни многочисленных предшественников Аристипа. Далеко не все люди и правители были гедонистами, конечно же, но отрицать их существование, вот этих гедонистов, не представляется возможным. Ну, также мы сейчас апеллируем к тексту Гусакова, который пишет о связи, в общем-то, грядущего гедонизма Аристипа с предшествующими философскими школами, что, на мой взгляд, крайне важно. Это цитата из его статьи научной. «Ошибочно, на наш взгляд, полагать, что гедонистическая идея сразу была выражена, эксплицитно сформулирована на языке философии. Гедонизму, как философскому мировоззрению, мировоззрению предшествовал в античной культуре поэтический гедонизм». Поэтический гедонизм. Мы имеем в виду, прежде всего, поэзию Анакрионта. Поэт убежден в том, что мир прекрасен, а жизнь дана человеку для счастья, и потому славит чувственные удовольствия. Символом игривого, изящного, веселого эротизма назвал Анакрионта Лосев. Предметом поэтии Анакрионта была разнообразная практика удовольствий, в частности, то, что греки обозначали как дела Афродиты. В формировании гедонистического мировоззрения заметную роль сыграли софисты. Обычно исследователи истории гедонистической доктрины проходят мимо софистов, игнорируя их нетривиальный вклад в разработку гедонистической идеи. У софистов, как проницательно заметил Гегель, индивидуум был для самого себя последним удовлетворением. И, расшатывая, колебая всё другое, незыблемой точкой считалось для них следующее положение. Моё удовольствие, тщеславие, слава, честь, особенность, субъективность. Вот что я делаю своей целью. Ну, это неправда. Гегель, мне кажется, немного здесь переборщил. Да, я, честно говоря, считаю, что это не совсем правда. Но следует заметить, что всё же связка между софистами и аристипом, она имеется. Скорее всего, аристип, он ссылается не только и не столько на самого Сократа. Да, вот у нас есть досократические школы, есть Сократ, есть уже постсократики, ну, или сократики так называемые. И к этим сократикам, соответственно, относится сам аристип. Ну, поскольку он был знаком с Сократом, можно сказать, учился у него, можно сказать, с уважением к нему относился. Хотя многие анекдоты античные, конечно, преподносят эту дружбу-недружбу, взаимодействие, как некое, знаете, обменивание ироничными анекдотическими посланиями, да, такими унижающими друг друга, но всё же. Так вот, принцип субъективности, манифестируемый софистами в тезисе «Человек есть мера всех вещей», так это так один только софист, ну, один из крупных постулировал, ну, ладно, был неоднозначным. С одной стороны, он представлял собой великое слово и содержал глубокий смысл, а с другой он выдвинул в центр субъекта с его и частными интересами, и себелюбием, и своей корыстием, произволом. Ну, это тоже такое себе, опять же. С другой стороны, важно заметить, что, в отличие от многих других мыслителей, софисты действительно торговали своей мудростью и в целом могли оценивать выгоды. Это действительно правда. Просто другой вопрос, что это не значит, что они гедонисты. Но да ладно, в этом есть что-то, знаете, уже приближающее нас к гедонизму в каком-то смысле. Софисты придавали сенсуализму и гедонизму, придали сенсуализму и гедонизму приверженцами, которого они были, ещё и эстетическую форму, но это тоже глупо здесь написано, честно говоря. То есть, в статье важно заметить, что сами софисты не были ни гедонистами в чистом виде, ни сенсуалистами даже в чистом виде. Того же, наверное, только протагора можно попытаться из больших, крупных старших софистов интерпретировать как сенсуалиста. Прямо вот попытаться так проинтерпретировать. Хотя там такой сенсуализм, что он больше похож на релятивизм, с одной стороны, а с другой стороны там ещё куча софистов, которые вообще просто агностики. Там ещё несколько софистов, которые как-то сложно относились ко всему учению протагора, и были они то атеистами, то просто эрудитами какими-нибудь интересными, великими. У софистов не было единой школы с едиными взглядами на мир. У них, скорее, методология была очень схожая. И в этом парадокс самих софистов. Софисты не есть нечто единое. Но в любом случае, в любом случае, действительно, от софистики, от некоторых его направлений появился вот такой персонаж, как Аристип. Центральная фигура нашей лекции – это Аристип. Аристип не является изобретателем гедонизма, но представляется нам первым философом, имеющим яркую гедонистическую позицию. Он отметил, что в жизни следует стремиться к удовольствиям и избегать страданий. Удовольствие оказывалось благом. Аристип при этом не сводил удовольствие чисто к чувственным. То есть, даже первый философский гедонизм не было сугубо в физическом получении удовольствия, но подразумевал и духовное. Жизнь неизбежно содержит как удовольствие, так и страдания, потому нет смысла удерживать прошлое, а жить нужно настоящим моментом. Сейчас-то, кстати, звучит довольно наивно, да, но в итоге-то наши неоригинальные гедонисты современные, они пришли к тому же самому, по сути. Все эти бесконечные школы саморазвития и прочего, 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 они в итоге свернули в ту же самую сторону, что и было у Аристипа с самого начала. Да, также, чтобы не страдать, необходимо стремиться к уравновешенности, опять же. Опять же. Также, несмотря на сенсуалистические тенденции в своем мышлении, Аристип критиковал достоверность античной физики и сомневался в логике. Ну, как и любой нормальный мыслитель, конечно. Потому что считал их незначителями для достижения счастливой жизни. «Воспринимаемое нами ощущение не дает нам ничего, кроме себя самого, поэтому лишь оно есть именно то, чем является». Ну, такой вот подход допустимый. Кстати, во многом предшествует грядущему скептицизму. Только такие претерпевания обладают собственной неоспоримой очевидностью. Следовательно, лишь им и опирающимся непосредственно на них тезисом присуща безошибочность. Но это уже не про скептицизм, это уже вот так вот. Внешняя же причина возникновения претерпевания вполне возможно существует, но нам не является. Да и нет никакого смысла знать о ней, потому что от этого не зависит счастье. Ну, а если в области, смотрите, в области физики, в области логики, Аристип занимает такую позицию, которую в итоге продолжили занимать скептики. Только скептики эту позицию распространяют на все области, включая область достижения счастья, можно так сказать. Хотя у них был свой подход к счастью, атроксия, но это такая своеобразная безмятежность. В любом случае, нечувственное удовольствие, как минимум. Это не тема в духе «надо стремиться к чувственному удовольствию», а даже немножко наоборот. В отличие от эпикурейцев, киренайки не считали благом отсутствия неудовольствий. Что и важно заметить. Что их принципиально различает. Также киренайки не различали удовольствия по виду. Это тоже свойственно эпикуру. Так давайте немножко обсудим высказывания, связанные с самим Аристипом, приведенные в работе Диогена Лаэрского о жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Где он демонстрирует свою ловкость ума и многие другие аспекты. Ну вот, когда сицилийский тиран, у которого служил Аристип, то есть Дионисий Старший, плюнул в него, в Аристипа, он стерпел. А когда кто-то начал его за это бронить, Аристип сказал, рыбаки подставляют себя брызгом моря, чтобы поймать мелкую рыбешку. Я ли не вынесу брызг слюны, желая поймать большую рыбу? Вот так вот, вот так вот, вот какой он хитрый, видите. И в чём он не прав? И в чём он не прав, хочется спросить. Однажды Аристип заступался перед Дионисием за своего друга и, не добившись успеха, бросился к его ногам. Когда кто-то стал над ним смеяться, он сказал, не я виноват, а Дионисий, у которого уши на ногах растут. Ну, видите, все эти греческие анекдоты, они такие, типа, ловкие, показывают остроумие наших персонажей полумифологических, ну, вы поняли. Однажды Аристип просил у Дионисия денег. Кто-то заметил, ты ведь говоришь, что мудрец не ведает нужды, Аристип перебил, дай мне денег, а потом мы разберём этот вопрос. И, получив деньги, продолжил, вот видишь, я и вправду не ведаю нужды. Греческие тролли, они такие. Греческие тролли, они действительно были такими, ребят, ну, вот, истинные античные тролли. Вопрос Дионисия, почему философы ходят дверям богачей, а не богачи к дверям философов? Он ответил, Аристип ответил, потому что они знают, что им нужно, а другие не знают. Аристип проходил по площади мимо Диогена, того самого Диогена Синопского. Диогена Синопского, не Лаерского, которого мы уже упоминали, а Синопского, да, который, собственно, в бочке, ну, в пифосе, в жёл, ну, вы поняли. Насмехаясь, Диоген сказал, если бы ты умел кормиться вот этим, тебе бы не пришлось прислушивать при дворцах тиранов. Аристип ответил, а если бы ты умел общаться с людьми, обращаться с людьми, то тебе бы не пришлось чистить себе овощи. Однажды Дионисий предложил Аристипу на выбор одну из трёх гетер. Аристип увёл с собой всех троих, сказав, Парису плохо пришлось за то, что он отдал предпочтение одной из трёх. Впрочем, говорят, что он довёл их только до дверей и отпустил. Так легко ему было принять и пренебречь. Поэтому и сказал ему Стратон, тебе одному дано ходить одинаково, как в мантии, так и в лохмотьях. На вопрос, чем философы превосходят остальных людей, Аристип ответил, если все законы уничтожатся, мы одни будем жить по-прежнему. Это, кстати, один из тех критериев, которые я обычно тоже использую для определения философа. Ну, обыватель, он такой, знаете, скользкий тип на самом деле. В плохом смысле. Он примитивный скользок, он, в принципе, подстраивается под окружение и принимает те мнения, которые транслируются чаще всего. Ну, например, пришёл тиран Александр Македонский, всё, Александр Македонский. Там пришёл следующий тиран, вообще плевать. Там римляне пришли, да, похуй. Теперь мы римляне, теперь мы тоже римляне, соответственно. Ну, и обыватель, он вот так вот и живёт. Чё вещают сверху, то он и произносит. А вот философ, один из его критериев важных, это его неизменность и стойкость его взглядов на фоне происходящих вокруг изменений. Потому что если законы уничтожатся, законы влияют на жизни обыкновенных людей. То есть, законы говорят, что людям делать, что людям не делать. Они живут в соответствии с ними. А вот философ, как минимум, так жить уже не может. У философа свой личный закон здесь. У каждого отдельного философа будет свой личный закон. Последний анекдот. Человека, который порицал роскошь его стола, Аристип спросил. Разве ты отказался выкупить всё это за триобола? Конечно, нет, ответил тот. Значит, просто тебе дороже деньги, чем мне наслаждение. Вот. Там было ещё много разных вещей про то, как он деньги выбрасывал из корабля, когда корабль тонул. Когда сказали, ну если мы не выбросим, всё утонем. Ну, Аристип, короче, выбросил, собственно, все свои богатства, просто чтобы выжить. Так же есть интересная такая вещь. Когда, в общем-то, отец привёл к Аристипу своего сына. Не сына, не отец Аристипа, а отец сына. В общем-то, и спросил у него целую цену. И, в общем-то, Аристип ответил, что цена это, допустим, там 10 оболов. И отец говорит, за 10 оболов я мог бы купить себе раба. На что Аристип ему в ответ сказал, ну тогда у тебя будет два раба. Панч. Панчлайн, да? Сетап, панчлайн. Разобрали. Поехали дальше. Ну, это я уже по памяти кое-что начинаю воспроизвести. Киринаики. Ну, у Аристипа было несколько фундаментальных последователей, среди которых мы можем выделить его дочь, Аристипа-младшего. Ну, вот они продолжили одну линию, которая идёт непосредственно от Аристипа. Также Гигесий, Аникерит и Феодор. Вот эти вот трое уже представители своих собственных ответвлений учения киринаиков. И мы их будем немного разбирать. Мы их немножко, вот немножко по ним пройдёмся, они нам нужны. Первый, кого мы разберём, это, конечно, Гигесий. Потрясающий персонаж. Кстати, почти все они киренские. То есть, у нас Аристип киренский из города Кирена, киринаики от слова города Кирена. И, соответственно, здесь они тоже почти все из Кирена. Так вот, Гигесий. Подобно остальным киринаикам, считал удовольствие главной ценностью, но при этом был крайне пессимистичен. Считал, что счастье совершенно невозможно, потому что тело всегда страдает и возмущает душу. Преимущество мудреца не столько в выборе благ, сколько в избегании зол. Свою конечную цель он полагает в том, чтобы жить без боли и огорчения. Но если это невозможно, ой, сумма страданий начинает превышать удовольствие. То есть, зло превышает благо. Ну, вот в таком случае. А такое часто бывает, когда сумма страданий превышает сумму удовольствия. Ну, вот в жизни многих людей. И тогда, именно поэтому Гигесий учил, что надо уходить из жизни наиболее безболезненным путем. Ну, и, соответственно, у него даже есть целый трактат, где он описывает умершление себя с помощью голодовки. Мы это не одобряем. Самоубийство мы не одобряем. Говорят, Гигесий собрал большую группу людей, которые там уходили из жизни, убивали себя таким образом. Ну, выдающаяся фигура, вот так можно сказать, выдающаяся фигура в греческой философии. По его логике, если страдания неизбежны, а удовольствия, главное, ценность жизни незначительны, то и жить вовсе не стоит. Вот такая вот школа Гигесия. Очень суровая, очень такая вот мощная. И он тоже гедонист. Заметьте. Буквально, да, отряд самоубийц создает в античности, но при этом тоже, 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 тоже является потрясающим, замечательным гедонистом. Следующий персонаж, который нас интересует, Аникерит, тоже создал одно из ответвлений для школы Киренайков. Он считал, что мудрец будет счастлив даже кратковременным удовольствием. То есть, да, в отличие от Гигесия. Первое отличие от Гигесия, например. Нам достаточно кратковременных удовольствий. Нам не нужно, чтобы сумма страданий не превышала суммы радостей. Нам нужно, чтобы мы хотя бы испытывали, даже хотя бы кратковременные удовольствия. Это хорошо. Потом эпикурийцам считался с такими удовольствиями, как дружба, благодарность, почтение к родителям и патриотизм. То есть, любил Родину, от этого получал удовольствие и все хорошо. Его позицию можно считать так называемым разумным эгоизмом, как это бы мы сейчас сказали, но насколько он разумный, конечно. В котором удовольствие остается главной ценностью, но отношение к ним довольно умеренное. Он, да, выступал в диалоге, критиковал эпикурийцев, да его позиция, судя по всему, и сама пропитана отчасти эпикурийством. Эпикурийство мы чуть позже рассмотрим. И он критиковал эпикурийцев как раз за воздержание от страданий. Они считали, что вот это вот их счастье, их счастье, да, их счастье это и есть воздержание от страданий. За это их критиковал, а не Кирита, потому что он считал, что подобное воздержание от страданий без каких-то хотя бы кратковременных удовольствий является подобным состоянию бесчувственного трупа. Ведь только мёртвое тело лишено страданий. Также, в отличие от прочих Киринаиков, не исключал философ из общественной жизни. Вот. Многие Киринаики, как, собственно, ипикурийцы, они исключали. В обществе быть счастливым тяжело. Сложно быть счастливым в обществе. Надо уходить и жить своей собственной жизнью, ну или в школе какой-нибудь философской. Там друзья помогут, там друзья спасут. Так вот, следующая персоналия, которая для нас важна, это Феодор Безбожник. По нику понятно, что он атеист. Во-первых, как следует из его творчества, был одним из известнейших атеистов своего времени. Ну и, можно сказать, одним из первых в античности. Ну как одним из первых? Был ещё Продик до этого. Ещё, скорее всего, какие-нибудь персонажи были похожи. Но вот эти вот два, и Продик, один из софистов, и Феодор Безбожник, это одни из наиболее ярких атеистов античности. Так что, вот, приветствую. Прошу приветствовать, прошу любить и жаловать. В отличие от предыдущего автора, он доводил независимость философа от общества до крайности, в отличие от того же самого Аникирида. У философов, по его мнению, нет родины. Также рассматривал дружбу как взаимовыгоду, что его опять же отличает от Аникирида. Феодор Безбожник, он как бы перешёл в более такие суровые какие-то тезисы, более такие вот гедонистические, даже отчасти, может, аскетические, не аскетические. Ну, в общем, так скажем, если у нас есть Аристип посередине, умеренный гедонизм Киринаиков, так скажем, да, у нас есть Аникирит, ещё более умеренный, ещё более мягкий. Есть Феодор Безбожник, более жестокий такой гедонизм, где надо уйти из общества, где патриотизм ничего не значит. Если у Аникирида патриотизм, то у нас родины здесь нет, у Феодора Безбожника. Также Феодор, прозванный атеистом, утверждал, что слова о Боге пустословие, ибо он думал, что божества нет. И ради этого убеждал всех красть, нарушать клятву, грабить и не умирать за Отечество. Он говорил, что одно для всех Отечества мир. Говорил, что только счастливый, хорош, но что несчастного должен избегать. Хотя бы он был и мудрец, и что разумного и непокорного должно считать богачом. Ну, вы поняли. В отличие от прочих Киринаиков, он был именно атеистом, а не агностиком в божественных вопросах. То есть, отрицал существование божеств. Если остальные такие... Это рассуждение об этом не имеет смысла, потому что оно не принесет нам счастья. Буквально так, да, как-то. Вот такая форма рассуждения. То Феодор Безбожник, он конкретно занимал атеистическую позицию. То есть, и все остальные считали, что... Ну, доказать, не доказать, что-то сложно. Какая-то там логика Аристотеля, там вот это вот все, Платон, диалектика, фу. Кому это надо? Зачем на это тратить время, да? То Феодор Безбожник вполне думал, что все понятно, богов нет. Как атеисты современные пишут. Ну, во-первых, богов нет, да? Вот так же и Феодор Безбожник. Ну, теперь давайте передвигаться к эпикурейству. Эпикурейство – еще одно гидонистическое учение античности, которое при этом выглядит в среднем более умеренно, чем большинство ответвлений от киренайков. Эпикуризм основал, соответственно, Эпикур из Самоса. Ну, или Самосаки, можно сказать. Подобно Ликею Аристотеля или Академии Платона, Эпикур основал свой сад. Так и называемый сад Эпикура. Известное словосочетание. Вот теперь вы знаете, откуда оно. Если не знали, а если знали, знали, ну, молодцы. Перечитать всех эпикурейцев мы не будем, потому что это не имеет особого смысла. Да их было много. Я, может быть, еще бы для вас отметил отдельный титул Укреция Карра, потому что, ну, у него поэма есть о природе, ее очень приятно было бы почитать, всем рекомендую. А в остальном у нас еще письма Эпикура, их тоже можно прочитать. На воротах школы Эпикура, ну, школы, то есть сада, было написано. Гость, тебе здесь будет хорошо. Здесь удовольствие, высшее благо. Эпикур был эмпиристом, атомистом и гедонистом. Что нас интересует только последнее. Его эмпирическую программу разбирать не будем. И гносеологические его достижения разбирать мы тоже сегодня не будем. Это не наша тема, это не философия гедонизма. Связка там, конечно, есть. Да, то есть нам нужно исследовать логику определенного рода. Ну, логику, опять же, да, тройное деление логика, физика, этика. Оно присуще отчасти Эпикуру. То есть, ну, как под логикой подразумевается гносеология, на самом деле. То есть, не тупо мы как бы берем и начинаем силогизм слагать, как у перипатетиков или, например, как у стойков. Здесь это скорее гносеологическое учение. Ну, и нас, я считаю, интересует прежде всего тетрафармакон. Тетра-4 фармакон, ну, фарма, фарма, лекарства, фармакология. Тетрафармакон, 4 лекарства. То есть, 4 принципа эпикурейской философии, сформулированные Филадемом. Ну, почему? Ну, это не эпикура, почему не эпикуром? Да, вы мне скажете, а чего вы мне тут тетрафармакон, мне попихаешь, шат? Вот, зачем ты нам пихаешь сюда тетрафармакон? Я говорю, а потому, что это отличные 4 принципа, которые помогают нам легко и просто понять этику эпикурейцев. Вот всё. Запоминаем 4 принципа. Не бойся богов. Первое. Не беспокойся о смерти. Не беспокойся о смерти. Очень важный принцип для эпикурейцев, потому что пока ты жив, всё хорошо, испытывай удовольствие. А когда ты умрёшь, тебя уже не будет, и ты уже не будешь ничего испытывать. Соответственно, ты не будешь там страдать, тебе не будет плохо и больно, и так далее, и так далее, и так далее. Третий пункт. Благо легко достижимо. Ну, вы помните, что такое благо. Уже раньше мы это упоминали. Зло легко переносимо. Всё. Четыре лекарства. Не бойся богов, не беспокойся о смерти. Благо легко достижимо, зло легко переносимо. А что такое благо? Это воздержание от боли, неудовольствий. Вот всё. Отлично. Достижимо? Достижимо. Зло переносимо? Переносимо. Поехали. Эпикурейцы часто отделялись от общества, потому что общество неразумно и несправедливо. В нём сложно избегать страданий. Познание природы, атомизм нужно не само по себе, а потому что освобождает от суеверий, страха, толпы, что позволяет прийти к идее, согласно которой смерть это просто отсутствие ощущений. А если есть смерть, то тебя уже нет, потому в смерти ты не страдаешь. Эпикур разделял желания на естественные, ну и неестественные, пустые. Среди естественных были необходимые, такие как пища и сон, ну как угодно, есть, спать придётся. И ненеобходимые, половые отношения. Можно не иметь, соответственно. Никто не запрещает их не иметь. А также пустые. Это неестественные и ненеобходимые. То есть, у нас тут такая комбинаторика. Есть естественные и необходимые, есть естественные и обходимые. Также есть пустые. И все пустые являются обходимыми, так скажем. От всех их можно избавиться. Среди которых у нас вот эти вот пустые, это что у нас? Властолюбие, богатство, тщеславие. Это всё. Короче, всё, что вам нравится, всё, что вам хочется, всё, что вы любите, всё, что вы хотите. Это всё почти пустое. Соответственно, пустые удовольствия ведут к страданиям. А потому их следует избегать. Удовольствие не должно быть сверхмеры, потому что это может привести к вреду. Например, глупо есть сверхмеры. Вроде бы удовольствие, желание естественное есть, но есть сверхмеры не бессмысленно. Глупо и вредно. Важно, чтобы не было страданий. Не переедайте, короче, ребят. Не переедайте, всё хорошо. А вот чрезмерные удовольствия сейчас могут вести к страданиям впоследствии. Так что они могут того и не стоить. Тоже важно. Эпикурейство заставляет думать о грядущих последствиях своих поступков. Неверно было бы говорить, что Аристип полностью отрицал подобные мысли, но всё же он был более сконцентрирован на настоящем. Подход эпикурейцев оказал влияние на множество разных мыслителей. Мы можем взять здесь Петрарко, Бокаччо, Леонардо Бруни, Лоренцо Валлоу, Пьера Гассенди, Ла Фонтена, Бержерак и многих других, соответственно. То есть, причём важно заметить, что Аристип, ну, вероятно, оказал влияние на эпикура. Но в контексте гедонизма чаще всего мы вспоминаем об эпикурии. Ну, эпикуру очень часто критиковали, нередко. Хотя представление о гедонизме у людей обычно из разряда, там, не знаю, секс, тачки, тёлки, там вот это всё. Но эпикуру достается очень часто, неожиданно. Эпикурейское гедонистическое учение – это то учение, которое приобрело действительно большое количество очень известных сторонников в эпоху Возрождения, в начале Нового Времени и так далее. Вот, а вот последователей Аристипа я, например, не встречал. Эпикурейцев я знаю, даже сейчас современных. А вот последователей Аристипа не встречал отнюдь. Ну, давайте немножко пройдёмся по теме гедонизма Возрождения Нового Времени. Здесь не то, чтобы сильно много чего-то нового, просто потому что у нас тут вот Лоренцо Валло и Пиргосенди, они просто взяли очень много изучения эпикура, и мы это уже только что вот просмотрели. И, честно говоря, это не вызывает у меня никакого, знаете, такого блаженства, потому что мы уже знаем, что там будет. Давайте просто имена. Имена, имена, имена и, может быть, некоторые элементы учений. Из всех вышеперечисленных персонажей, испытавших влияние эпикуризма, одним из важнейших для нас является продолжатель этой идейной традиции, то есть Лоренцо Валло. Он был сторонником умеренного эпикурийского наслаждения. Также он критиковал умозрительную и бесполезную логику Аристотеля. Ну, как и положено, все нормальные ребята античности, они критикуют логику Аристотеля, потому что она, ну, не очевидна. Очевидно, что она не очевидна. А люди, которые считают иначе, ну, к сожалению, не опознали пока что очевидного, и хотелось бы, чтобы они вместо преклонения, по крайней мере, начали уже какие-то доказательства прикладывать к своим суждениям, а то уже, ну, скучно как-то даже становится. Да. Ну, также они критиковали, он также критиковал религию Лоренцо Валло и религиозные авторитеты. Ну, также можно вспомнить Бокачоса, вот, Декамероном. Ну, одним из важнейших, в общем-то, персонажей здесь является Пьер Гассенди. Он взял у эпикура атомизм и критику Аристотеля, атомизм мы не трогаем. Ну, и вообще, кстати, благодаря Пьеру Гассенди огромное количество, в общем-то, эпикурейцев, атомистов, в смысле, пошло. То есть, идея атомизма, она во многом, ну, она во многом, не знаю, обязана, да, слово обязана Пьеру Гассенди. Один из важнейших её популяризаторов. Но, помимо атомизма, вроде бы, эпикурейского, он также позаимствовал и этику эпикура, единственная цель жизни, счастье, подлинное счастье, здоровье и спокойная душа. А это всё следует из добродетеля, следствия, ой, то есть, спокойствие, высшее наслаждение. Короче, живём спокойно, живём спокойно, живём здорово, стараемся не болеть, не ухудшаем своё состояние здоровья всякой плохой едой. И так далее, так далее, так далее. Вот такой вот гедонизм. Гедонизм вашей бабушки какой-нибудь, гедонизм вашего папы, возможно, да, который там не ходит, так скажем, к женщинам, да, там, миллиардам, наслаждаться их телами, например, да. А просто спокойно пожить, спокойно поесть, спокойно, там, вы поняли, всё остальное, поспать, да, и хорошо. Вот, вот обычный, обычный батин-гедонизм такой, домашний батин-гедонизм, ничего такого. Ну, в этом плане действительно очень много людей, ну, как, может быть, не делают гедонизм принципом, ну, у них не гедонизм, конечно, в прямом смысле, но подобные интуиции они разделяют вполне. Также гедонистические идеи распространялись в творчестве разных авторов, включая того же Маркиза де Сада. К сожалению, те практики, которые описаны в подобных работах, не нашли серьёзного философского обоснования, хотя могли бы, на мой взгляд, хотя могли бы, было бы неплохо, если бы нашли. Впрочем, позицию де Сада мы можем рассматривать как философскую, так как в ней имеется последовательное этическое учение. Учение имеется, доказательств нет, ну, вот как-то вот, но у де Сада были и минусы. А, да, отличие традиционного для его времени деления, ну, какие вообще, какие вещи свойственны его этическому и не только учению? Во-первых, это отрицание традиционного для его времени деления общества на дворянство, духовенство. И третье сословие. У де Сада существует лишь два сословия, властителей и рабов. Идея о том, что убийство является благом для общества, иначе народы погибнут целиком и полностью от перенаселения и нехватки ресурсов. Ну, то есть, на Мальтуса похож здесь он. Интерес к поведению человека, с которого сняты все ограничения, начиная от социальных и заканчивая религиозными, что в книгах у него вполне видно. Также ему свойственны атеизм и аморализм, то есть, отрицание существования Бога. А также всех моральных норм и правил, ну, может, не всех, но многих правил, как предписанных церковными канонами, так и общечеловеческих принципов поведения в семье и обществе. В качестве доказательства можно привести многочисленные описания цен инцеста, как правило, отличающихся особой жестокостью и заканчивающихся убийством, подвергаемой насилию жертвы. Ммм, вкусно. Ну, либертонизм, ну и так далее, так далее, так далее. В романе Жустина Десад сформулировал революционный для его времени принцип относительности морали. И здесь мы встречаемся с одной из первых попыток системно изложить позицию радикального гедонизма, который допускает превышение всевозможных ограничений в погоне за удовольствиями. Важно заметить, что ни одна гедонистическая философия до этого не усматривала таких возможностей. Тот же Аристиб, хоть и жил в богатстве, но в любое мгновение мог от него отказаться, если это было нужно. Он был крайне умеренным человеком при всем своем стремлении к богатству. Удовольствие – это то, к чему нужно подходить с умом и расчетом. Мне видится, что для многих гедонизм ассоциируется именно с подходом, соотносящимся с учением маркиза Десада. Но это принципиально неверно, потому что канонический гедонизм предстает перед нами в более умеренных формах, ибо практически любое резкое и сильное удовольствие имеет отдачу, которая в итоге приведет к страданиям. Ну, например, к убийству твоему же, своего собственного. Но насилие в адрес, не знаю, жертвы может привести к тому, что кто-то кровной местью будет тебе мстить, например. И тоже тебя пытать будет, что уменьшит количество твоих удовольствий и так далее, так далее, так далее. То есть, если мы будем размышлять с таких сторон, то, конечно, большинство гедонистов не будут похожи на маркиза Десада. Но маркиза Десада, он, знаете, может представать, как такой персонаж, который, ну вот, прям чуть ли не олицетворяет гедонизм. Но это всё же не совсем так, не совсем в ту сторону. Мне интересно было бы также рассмотреть таких гедонистов, ну, как, такие гедонистические подходы, которые были в философии, например, Лока и Юма. И прежде всего, хотел бы посмотреть на их анализ страданий. Ну и мы здесь воспользуемся статьей Токарева непосредственно. Спасибо автору за статью, я использую. Ссылаюсь, ссылаюсь на статью. Лок и Юм сравнивали удовольствие и страдания с добром и злом. Гедонистичненько. Или же с тем, что их вызывает. Добром мы называем то, что способно вызвать или увеличить наше удовольствие, либо уменьшить наше страдание. Или же обеспечить, либо сохранить нам обладание каким-нибудь другим благом, или же отсутствием какого-нибудь зла. Злом мы называем то, что способно причинить нам или увеличить какое-нибудь страдание, либо уменьшить какое-нибудь удовольствие. Или же доставить нам какое-нибудь неудовольствие, либо лишить нас какого-нибудь блага. Мысль о страдании, которая может причинить нам присутствие или отсутствие какой-либо вещи, мы называем ненавистью. Наша любовь и ненависть к неодушевлённым, бесчувственным предметам основываются обыкновенно на том удовольствии и страдании, которые мы получаем от пользования ими. И применение их каким-нибудь образом к нашим чувствам. Ненависть и любовь к существам, способным испытывать счастье и несчастье, нередко есть неудовольствие или наслаждение, возникающее в нас самих при рассмотрении их жизни и счастья. Нужно отметить, что идеи любви и ненависти есть только состояние души по отношению к удовольствию и страданию вообще, независимо от того, чем они были вызваны в нас, какое бы благо ни предлагалось, если его отсутствие не вызывает неприятности и страдания. Если человек чувствует себя без него спокойным и довольным, то нет никакого желания, никакого стремления, никакого желания блага, никакого стремления приобрести его, нет ничего, кроме простого, слабого желания. Лок, рассуждая о страдании, определяет его в связке с удовольствием. Фактически философ вводит страдания и удовольствия в рефлексивное поле, показывая, что эти два понятия жизни человека тесно связаны с любым приятным и неприятным ощущением. Ну и давайте теперь про Юма. Все впечатления с точки зрения Дэвида Юма, как внешние, так и внутренние страсти, аффекты, ощущения страдания и наслаждения, первоначально находятся на одном уровне. И что, какие бы различия мы не замечали между ними, все они по своему истинному характеру являются нам в качестве впечатлений и восприятий. Наши страдания и наслаждения, наши страсти и эффекты, которым мы никогда не приписываем существование вне нашего восприятия, проявляются в нас с большей силой, чем впечатление, фигуры или протяжение цвета и звука. И оказываются столь же непроизвольными, как эти впечатления, которым мы приписываем постоянное бытие. Забота о собственных интересах заставляет нас ощущать страдания при виде радости соперника и радость при виде его страдания. Ненависть и любовь порождение страдательного принципа. Ну, в общем-то, поняли тоже. По юму, все, зачитывать не буду, хотите, лекцию потом скачайте, прочитайте, мы и так торопимся. 15 минут осталось, а у нас тут Иеремия Бентам и утилитаризм. Бентам, основатель утилитаризма. Утилитаризм. Направление в этике, согласно которому моральная ценность поведения или поступка определяется его полезностью. Вот сейчас на гедонизм выйдем. Под полезностью понимается удовольствие или счастье. Утилитаризм. Относится к консекциональной группе этических теорий, то есть судит поступок по его результатам. Например, я изнасиловал девушку. Мне и ей понравилось, следовательно, все хорошо и морально. Как-то так. Да. Притом у нас есть противоположный подход, согласно которому, ну вот вы изнасиловали девушку, ей понравилось, но вы совершили плохой поступок. Ну, например. Да. Вот. Утилитаризм основывается на гедонизме и эвдемонизме. Что такое эвдемонизм? Эвдемонизм, это там, где вот критерий нравственности, счастье. Утилитаризм имел множество предшественников в лице тех же Аристи, поэпикура и многих других. Но окончательно его сформулировал Бентам. В основе этики Бентама лежит принцип пользы, согласно которому действия людей и их отношения должны получать моральную оценку по приносимой ими пользе. В определении пользы принимаются во внимание частные интересы человека. Учение просветителей в трактовке Бентама перешло у него в принцип наибольшего счастья. Не, большего числа индивидуумов. Призыв к достижению личного преуспеяния, увеличивающего общую сумму счастья. Критерием морали выступает достижение пользы, выгоды, удовольствия, добра и счастья. Токарев, возвращаемся к Токареву, который стилистически пишет отвратительно, но все же. Пишет о том, что Бентам относился к страданию вот таким образом. Бентам выявил некую гедонистическую систему исчисления удовольствия и страдания. Согласно этой системе удовольствия и страдания рассчитываются последующим параметром. Интенсивность, продолжительность, несомненность или сомнительность, отдаленность или близость, способность данного удовольствия приводить к дальнейшему удовольствию или способность данного страдания порождать дальнейшее страдание, способность страдания не порождать удовольствие или способность удовольствия не порождать страдания. масштаб, то есть число людей, которые это действие затрагивает. Размеры определяемого таким образом страдания, которое проистекает из данного действия, затем сопоставляются с размерами удовольствия, проистекающего из того же самого действия. Исходя из этого увеличивается страдание или удовольствие. Такое толкование противоречит многим религиозным представлениям, но это очевидно, но нам плевать на религиозное представление в данном случае. Ну и вот такая вот система оценки, довольно интересная на самом деле. Рюбинтама была, в общем-то, предложил мощную систему. Молодец. Саляева Анастасия Николаевна также добавляет. Так, это имеет смысл вообще считать? Так, ну давайте попробуем. Понятно, да, утилитаризм, этическая теория, согласно которой правильным моральным отношением и поступком является действие, вызывающее наибольшее возможное благо или счастье для наибольшего количества людей. Вот такую формулировку теперь дадим. Другую формулировку вы уже эту формулировку могли бы вывести из того, что было, но мы ее возьмем. Моральная ценность того или иного поступка определяется его полезностью, что мы уже знаем, конечным результатом, а деяние и действие само по себе не имеет моральной оценки. Именно поэтому утилитаризм относят, ну вы поняли, а уже это проговаривалось. Так. Таким образом, с точки зрения утилитаризма, любые поступки, пусть даже самые благородные, как бы милосердные, сострадательные они не были, они являются пустыми, нейтральными в отрыве от их результатов. И даже могут быть вредными. Ну, например, Атольф Гитлер из благих побуждений начал Вторую мировую войну. Ну, например, да. Мы не одобряем его действия, ужасный человек во всем ошибся и обосрался. Да, отсюда также вытекает, что одно и то же действие в одних случаях может быть правильным, в других случаях неправильным. Ведь обстоятельства могут сложиться таким образом, что, к примеру, проявление в одном случае терпения принесет пользу, а в другом принесет лишь вред. Здесь может возникнуть вопрос, каким образом мы можем оценить полезность благо того или иного поступка. То есть, нам нужен некий эталон критерий. Очевидно, мы уже с эталонным критерием разобрались немножко выше. Вот. Ну, это мы тоже все плюс-минус разобрали. Здесь есть более подробное раскрытие тех же самых вещей. Я не думаю, что их стоит прямо сейчас разжевывать. В общем-то, я не думаю, что их стоит прямо сейчас разжевывать, потому что у нас осталось не так уж и много времени. Но в текстовом файле документа, который будет находиться на Boosty, ссылку я на данный пост дам, на Boosty 10 рублей подписка. Подписывайтесь, смотрите. Будет полностью раскрытый вариант лекции с этими цитатами. Давайте перейдем теперь к теме современного гедонизма. Если речь идет о современности, то хочется отвлечься от философии, потому что гедонизм прочно оседает в обществе. Но под гедонизмом обыкновенно понимается не принцип оценки с позиции удовольствия-неудовольствия, а распутный образ жизни, стремление к богатству и все подобное прочее. Привычный образ гедониста для нас это любовник, избалованный богатей или, допустим, наркоман. Но важно заметить, что в философии такие решения в рамках гедонизма скорее считаются радикальными, они не являются необходимыми. Да, действительно, не являются необходимыми. И скорее судят о том, что человек, который судит таким вот образом, допустим, он богатей, наркоман или какой-то мега-любовник, который видит в этом ценность, что он просто поверхностно оценивает те страдания и те блага, которые он получает из тех событий. То есть, можно сказать, что представители современного общества это скорее наивные гедонисты. Да, вот я получаю сейчас удовольствие, мне хорошо, но я не оцениваю их в дальнейшем. Я не вижу последствий. Я не готов принять последствия того, что я делаю. Мне нравятся наркотики, допустим. Осуждаю. Мне лично не нравятся наркотики. Кто вырежет это из лекции, я налуплю. Я приеду и налуплю. Соответственно, да? Нельзя делать клип. Я осуждаю. Ну, допустим, в теории мне нравятся наркотики. И, допустим, я не осмысленно, я не хочу как бы их последствий. Не хочу, чтобы у меня там привязанность какая-то формировалась. Я не хочу, чтобы мне было плохо. Я не хочу, чтобы я умер в ближайшие дни. Чтобы организм истощился. Чтобы там органы некоторые поехали кукухой в ад. Это будет наивный гедонизм, который является довольно поверхностным. Ну, и в аргументах обычно он не нуждается, ибо что там аргументировать. Так вот. Гедонист это прежде всего человек, который считает главной ценностью удовольствия. А антиценностью боли и страдания. А вот уже разные формы гедонизма, они могут быть абсолютно принципиально различны. То есть, он не обязан, человек-гедонист не обязан быть наркоманом, стремиться к большим страстям или быть категорически жаден. Для некоторых гедонистов, например, эпикурийцев, подобные яркие и сильные удовольствия чреваты многочисленными проблемами. А потому, самый насыщенный с точки зрения удовольствия образ жизни, это спокойная жизнь с умеренными удовольствиями. Вот и всё. То есть, неожиданно, да, как живёт гедонист? А так спокойно, принимая простые блага, радуясь пищи, радуясь сну, радуясь, не знаю, чему-то. Чему-то, что приходит к нему, соответственно, тому и радуясь. Вот так живёт настоящий гедонист. Так живёт фейковый гедонист. Ну, как фейковый, наивный гедонист. Ну, там наркотики, тёлки, тачки. А мы уже идём к реке, мы уже преисполнились. Мы уже в этом мире были, не знаю, мы же живём миллиарды лет. А, и так далее, так далее, так далее, так далее. Чё нам? Чё нам всё, все эти ваши микроблага, микротранзакции, удовольствия? Гедонист – это не тот, кто всегда выбирает наибольшее удовольствие. Хотя есть и такие гедонисты. То есть, есть такие наивные гедонисты, которые выбирают самое быстрое, самое наибольшее удовольствие. А для большинства гедонистов имеет смысл рассчитывать эти удовольствия. То есть, мы должны получить не наибольшее удовольствие прямо сейчас, мы должны в сумме получить как можно больше удовольствий за всю жизнь. То есть, наша цель – прожить жизнь таким образом в среднем, чтобы удовольствие перевешивали страдания. И окей. И стратегии такого проживания у разных гедонистов разные. И покурейская, например, вот она такая, на воздержание строится. Такой даже своеобразный аскетизм там имеет место. То есть, вы живете радостно, но с некоторыми дольками аскетизма на самом деле. Есть подход аристипа, где вы действительно не то чтобы сильно себя сдерживаете в разных аспектах. Это правда. Но при этом всем вы занимаетесь тоже по определенным самоограничениям. Важно понимать, что вот эти вот люди, гедонисты наивные, они представляют собой частный случай. Это не все гедонисты. Приняли, запомнили. Но, к сожалению, в современном обществе таких вот гедонистов, которые вот тут наивные, их большинство. Да, их большинство. И обычно именно вот таких людей называют гедонистами. Кстати, довольно обидно, когда того же Аристипа или Эпикура обзывают гедонистами. Они уже обзывают, потому что обычно всякие христианские критики и прочие замечательные персонажи, они пытаются сказать, так вот вы такие же гедонисты, как вот те вот ребята, которые наркотики, тачки, меха, квартиры, бабы бесконечные. Вот вы такие же гедонисты, как эти ребята. А на самом-то деле нет. На самом-то деле это неправда. На самом-то деле это ложь. У нас есть, кстати, еще один известный персонаж из современной философии. Одного персонажа из современной философии мы упомянем. Это Пирс, который написал гедонистический императив, текст называется. В котором гедонизм обосновывается как основополагающая нравственная ценность для всей биосферы и не только человечества. В столь широком контексте старый психологический гедонизм может выглядеть даже как простой трюизм, очевидная ложь. Рассуждая о развитии естествознания и возможностях его применения к человеку, Пирс утверждает, что в итоге секуляризм и индивидуализм одержат верх над бунтующим исламским и христианским фундаментализмом. Смелое высказывание. Соответственно, и гедонизм войдет в силу сразу же, как глобальный триумф антинаучной теократии станет невозможен. Отсюда и традиционный со времен просвещения выход на индивидуализм и связанное с ним гедонистическое разнообразие, поскольку и удовольствие с наслаждениями, и счастье имеют прежде всего индивидуальное измерение. Более того, разнообразие необходимо для личного благополучия, но есть и обязательные условия. Счастье, как и любое другое эмоциональное состояние или реакция, должны быть рационально оправданы. Кстати, читаем мы сейчас текст Василенко Юрия Владимировича. Спасибо ему большое за предоставленные материалы. Вот, ну, всякий пожарный, да, чтобы автор не обиделся, если он вдруг будет смотреть эту лекцию. Мое почтение. Да. Так вот, счастье, как и любое другое эмоциональное состояние или реакция, должно быть рационально оправданно, но без обращения к наркотикам и их аналогам. Допустимость фармакологического и генуправляемого гедонизма в Пирсом исключается. При этом концепция гедонизма начинает пошатываться, когда Пирс утверждает, что без страдания не может быть личного развития, незаслуженное счастье ведет к застою. Счастье нужно заслужить, что предполагает и определенную долю страдания, усугубляемого естественным отбором, который невозможно отменить, что противоречит и удовольствиям с наслаждениями, и счастью. Вот. Предлагая вернуться к утилитаризму Бентама, Пирс лишь замыкает концептуальный круг, совмещая рационализированное счастье с рационализированной пользой. Пессимистические утверждения о том, что виртуальное или фэнтезийное счастье не является настоящим, поскольку это форма психологического эскапизма, государства всеобщего благоденствия, едва ли может быть распространено на весь земной шар, лишь подкрепляют основную идею Пирса. Вот. Ну и вот, соответственно, была часовая лекция по гедонизму. Большое спасибо Небодлагопу за заказ, моё почтение и моё уважение Небодлагопу. Спасибо большое. Друзья, всем, кто слушал эту лекцию, большое спасибо. Материал данной лекции вы сможете найти на Boosty, ссылка на Boosty, и ссылка конкретно на тот пост, где будет выложен файл с гедонизмом, в описании. Пожалуйста, заходите туда. Ну что, друзья. Ну что, мои маленькие гедонисты, всем большое спасибо за просмотр. Я вас всех люблю. Большое спасибо. Гедонистически вас всех обожаю. Очень надеюсь, что мы и дальше будем гедонистически друг друга любить, уважать и обожать, как вот последователи Аникирида. Будем ценить дружбу все вместе. Ам-ам-ам-ам-ам-ам. Ну что? Спасибо. Спасибо, друзья, за то, что были со мной сегодня. Надеюсь, и в дальнейшем это будет так. Всем пока. Мы увидимся с вами на стримах. Приходите на стримы. Каждый день в 18.00 я стримлю. В воскресенье в 12.00 стримлю. Всем, кому понравилось, заходите, задавайте вопросы. Кидайте донаты, если хотите. Все. Будем на связи. Всем большое спасибо. Всем пока. Всем пока, всем пока, всем пока.